Утро рабочего дня. Центр Львова. Юрия Гольца задерживают по подозрению в получении взятки. Сумма по коррупционным меркам скромная – около 3000 долларов. По данным СБУ, чиновник регулярно получал откаты. Ему платили фирмы за подряды на капитальные ремонты или вывоз мусора за бюджетные деньги. Следователи обыскали кабинеты первого заместителя мэра Львова и главного юриста. Вынесли документы, системные блоки компьютеров и даже мобильные телефоны. А у генпрокуратуры свой интерес – земля и деньги. Мы подписали договор купли-продажи на основе экспертной оценки. Мы считаем, что у нас нет причин волноваться по этому поводу. Речь идет о 23 гектарах, которые в прошлом году Горсовет продал за два с лишним миллиона долларов. Но в генпрокуратуре считают, львовские чиновники умышленно продешевили. По оценке, которую использует генпрокуратура, земля стоит почти 6 миллионов. Конкретных обвиняемых нет, только список должностных лиц, к которым есть вопросы. Особой, которая подписала договор, является лично господин Садовой. Владельцем участка стал украинский филиал голландской компании CTP. Она строит в Европе промышленные зоны. Такую же для нескольких десятков известных брендов пообещали создать возле Львова. После полноценного запуска индустриальный парк будет генерировать около 15 миллионов евро налогов в городской бюджет и создаст около 3000 рабочих мест. По сути, конкурс во Львове – это первый в Украине пример прозрачного выбора инвестора для такого серьезного индустриального проекта. Уже в сентябре новый инвестор получает землю в аренду, а в декабре Горсовет разрешает продажу этого участка. «Инвестор мог этот участок не покупать. Это была исключительно добрая воля инвестора. Ведь он мог пользоваться землей на основании договора аренды». После заключения сделки прокуратура на нее никак не отреагировала. И только через семь месяцев в июле этого года регистрирует уголовное производство по публикациям в СМИ и обращениям общественности. «Недели две-три назад мы доинкриминировали еще часть вторую статьи 364-й. Злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям». Параллельно генпрокуратура изучает, имел ли право Львовский горсовет вообще распоряжаться этой землей. Претендует на участок ближайшее к городу село – Рясно-Русска. По факту земля для индустриального парка – это три сотни огородов, узаконить которые люди не могут. В ответах написано, что они самовольно захватили эти земельные участки, хотя люди в заявлениях писали, что пользуются этими участками около 30 лет – с 1985 года. Реальное злоупотребление или политика – итог этой бурной недели пока не понятен никому. В генпрокуратуре говорят, поскольку нет конкретных подозреваемых, судить о сроках расследования рано. Амар Львова ограничивается заявлениями – украл в тюрьму, но только если хотя бы одно дело доведут до суда.